друзья всем привет с вами канал будда гришна лолита вернулась из болгарии она уезжала выкладывала видео что он там садоводством огородничеством занялась елочки выращивает но видимо значит много раз она сказала что все хорош так сказать с пением и буду заниматься вот этим но видимо принимая новости о том что получая новости о том что киркоров везде возвращен где только можно понимает арбака это приехала концерт состоялся пугачёв выпускает во всю здесь песни альбомы поздравляет нас удаленно разрешает нам весну со своим же праздник он же сама придумала на этом фоне лолита видимо не выдержала поняла что лучик света пробивается я думаю что конечно сейчас потихоньку и она начнет давать снова концерты какой-нибудь назначат и она выйдет споет и потихонечку пойдет как по накатной но мне интересно было посмотреть ее обращение которое она сделала по возвращении и конечно не обошлось без интересного очень курьеза давайте посмотрим мои дорогие но вот я у себя в кровати в москве заняла при ли привычное место на диванчике в три утра я прилетела вот поэтому нарушила все свои расписания уже привыкла вставать 8 утра уже швабра в руках или что-нибудь или перевязка боцмана или там еще что-нибудь надо кому-нибудь в семье а а теперь вот я чемоданчик разобрала привезла много моющих средств для унитазов там для мебели ведро помойная в офис привезла вот кто что везет из болгарии я помойное ведро потому что лень по москве шастать искать теперь вы все вот друзья вы сами слышали в самом начале наверное вы обратили тоже внимание она говорит наконец-то я в привычном месте и засмеялась и сказать в приличном наконец-то в приличном месте ну как в таких случаях говорят оговорочка по фрейду что сказать друзья вот такие моменты они показывают все смотрите арбака это вышло на сцену и даже на сцена ее отвергает она упала на сцене это большой знак людей понимающих это большой очень большой знак остановись не надо не сегодня не сейчас не нужно лезть то есть есть противостоящие энергии очень сильные и когда человек лезет все равно это идет в минус ему значит еще ряд моментов когда люди там оговорился еще что-то в данном случае в приличном месте в свете той голой вечеринки эта оговорка звучит особенно интересно то есть у нее очевидно раз это проскальзывает до сих пор идет какое-то внутреннее она до сих пор как-то осмысливает и переваривает у нее психика все произошло это говорит о том что с моей точки зрения она переживает это до сих пор очень и очень серьезно отмены на фоне так сказать можно все длительные года говорит о том что отмену она переживала и переживает очень и очень серьезно несмотря на все вот эти вот видео о том что я наконец могу заняться собой дома смогу помыть пол я могу там болгарии елочку сделать очевидно что от а то в связи с этой оговоркой что все это все что случилось она переживает очень и очень глубоко очень серьезно ее это труд и и вот эта и оговорка как это приличном в привычном месте знаете до сих пор у нее сознание значит прилично неприлично прилично неприлично неприлично личном месте. Ну, кто-то говорил вчера Хлобыстин великолепно сказал про Киркорова, просто великолепно, в замечательной программе Манучарова. Вообще не понимаю, почему не сделают вечерний Манучаров на Первом канале. Может быть, это ему самому неинтересно, но мне кажется, это было бы не просто тупо, как в случае с Ургантом, потому что это тупые, я уж извиняюсь, даже не шутки, а смехуёчки. Вот такое слово есть. С Манучаровым это совершенно обратное, очень интеллектуальный человек, актёр, многоплановый, разный, с юмором. Мне кажется, это было бы интересно. Это было бы с элементами и патриотизма, и интеллектуального чего-то. Мне кажется, это было бы здорово. Но про Лолита он сказал, что всё-таки это временно. Временно, потому что она искренна. Не знаю, может быть, она искренна, но когда она заявляла, что в таком виде она шла на арт-выставку, а вы видели, в каком виде они на голове учительнике, она ползала на карачках с бокалом шампанского, а Гольта бы укрепленнее вредить здоровью. Я не знаю, на какую арт-выставку она шла. Но это такие, знаете, попытки сказать, что ну, вы же меня, знаете, в исподнем на арт-выставки не ходят. Это называется уже не арт-выставка. Поэтому об искренности тут, конечно, не мне судить, но с моей точки зрения всё это тоже так себе. Но вот, наконец-то, она в приличном месте. Надо было не пытаться оговориться, надо было так искать, друзья. В приличном месте. Что вы думаете на это ещё, друзья? Пишите в комментариях. А вообще, по поводу сказанного мне хочется добавить ещё. Я думаю, что, конечно, она вернётся. Как и Киркоров. Я думаю, что дадут какой-то концерт, где-то организаторы сделают. И я думаю, она его отыграет. Я думаю, он состоится. Потому что прецеденты вот эти, связанные с Арбакой, это когда общественники отменяли, отменяли, например, отменили. Да? Артист делает паузу. Отменяли и не отменили. Не получилось. Концерт состоялся. Это создаёт некий прецедент того, что сколько бы люди не негодовали, сколько бы артист не летал на сцене и не падал, как Арбакой-то, сколько бы общественники не писали, концерт состоится. Она же на перроне сказала, у меня всегда всё состоится. Вот так. Это прецедент. Сейчас. Вот с момента начала операции. Я имею в виду так, чтобы человека общественники, людьми не давали, а концерт всё равно состоялся. И это прецедент о чём? О том, что люди и общественники теперь понимают, что есть те граждане, в отношении которых сколько бы ни писали, сколько бы ни говорили, их концерт всё равно состоится. поэтому я думаю, Лолита и приехала, понимая, что а что, Киркоров повсюду, так сказать, а я что, а она что. Поэтому в данном случае, я думаю, она сейчас будет пытаться как-то договориться, поговорить в плане небольшого какого-то концертика, чтобы выступить и потихонечку зайти. Так что, вот такие дела. Что вы думаете на сей счёт, друзья? Но вот оговорка выдает полностью её истинное отношение. Наконец-то я в приличном месте. Она прекрасна, всё. Но это и так понятно. Они прекрасно отдают себя отчёт в том, где они были, что они делали, и что это неприлично для взрослого человека. Просто неприлично. Друзья, что вы думаете на сей счёт, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой сайт www.buddegrišna.com для бизнесменов, предпринимателей, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими. Вы можете посмотреть моё видеообращение на сайте, заинтересует, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там много интересного. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok